Добрый день, бойцы! Уверены, что вы уже по полной успели насладиться обновлением Outcast, включающим в себя переработанную Зону 7, новое оружие, режимы и множество других ништяков. А сегодня мы с вами ознакомимся с другой частью нововведений, а именно измененной экономикой, ребалансом оружия и скорректированной системой ММР-матчмекинга. Да-да, в этом обновлении мы решили затронуть эти важные составляющие игры. Начнём с экономики. Важные изменения коснулись стороны террористов. Сейчас за череду проигранных раундов вам платят 1900, 2400 и 2900 долларов. Также вы можете увеличить эту сумму, установив бомбу, что принесёт вам лично дополнительные 600 долларов, а всей команде 300. В седьмом сезоне был добавлен ещё один денежный бонус в виде 300 долларов всей команде, который вы можете получить при установленной бомбе и проигранном раунде. Теперь террористы получают больше денег, что позволяет им не испытывать экономический голод в некоторых раундах, а количество эко-раундов сократится. Давайте перейдём к следующему блоку изменений. Не только экономики, но и баланса оружий. Изменения претерпели следующее оружие. Беретас. В этом обновлении их точность во время стрельбы в движении и стоя была повышена. У Диггл полностью изменился рисунок отдачи. Первые пули летят кучнее, а зажимать с него стало легче. Вдобавок была уменьшена тряска экрана при стрельбе. Все пистолеты-пулемёты, кроме П-90, теперь за убийство выдают 800 долларов вместо 500. А также был увеличен урон на дистанции от 11 до 17 метров. Это не упорные, но всё равно довольно близкие дистанции. В разделе скорострельных оружий ФАМАС стал стрелять кучнее. Была уменьшена горизонтальная отдача. Теперь он будет меньше уводить спрей в сторону. Также у ФАМАСов и НФАЛ было увеличено количество выдаваемых денег за убийство. В то время как все остальные скорострельные винтовки дают 300 долларов, два этих оружия — 600. М4А1. Чтобы компенсировать все преимущества в виде точности и низкой отдачи в оружии, было принято решение уменьшить количество патронов. До 25 в магазине и 75 в запасе. Спас. Деньги за убийство повышены с 300 долларов до 600. Сделано это с целью поднятия интереса к этому оружию. Из тяжелых оружий у М110 была уменьшена отдача и увеличена точность стрельбы без прицела. Также оружие стало точнее стрелять в прыжке. М60. В полтора раза была уменьшена отдача, и цена за убийство возросла с 200 долларов до 300. Основная снайперская винтовка АВМ теперь дает 300 долларов за убийство вместо прошлых 100. А ее младшая версия М40 целых 800 долларов. У нее также была увеличена точность стрельбы без прицела. Это были все изменения характеристик оружия. А теперь давайте поговорим про новинку. ВАЛ. ВАЛ — это аналог М4 для стороны террористов. Оружие с легкой отдачей. Скорострельность выше, чем ОКР. Если на противнике есть броня, то на расстоянии до 15 метров убивает в голову с одной пули. Разброс при движении ниже, чем у ОКР. Стоит данный девайс 2700 долларов. Патронов столько же, сколько и у М4А1. 25 к 75. За убийство дает 300 долларов. В целом, это довольно неплохое оружие на замену, если вам не хватает денег на тот же ОКР и захотелось поиграть с чем-то попроще. С оружием мы закончили. Наконец, можем перейти к не менее интересному блоку — матчмейкинг и ММР. Вам наверняка знакома ситуация, когда за победу в матче вам давало отрицательное количество ММР. Мы исправили формулу выдачи ММР, и таких случаев должно стать в разы меньше. Поэтому теперь вы можете не переживать, что получите минус ММР при победе. Еще одним изменением стало то, что мы сократили значение ММР игроков, которые могли попасться с вами в матче. Раньше максимальная разница могла составлять до 900 ММР. Теперь же эта разница сократилась до 600. Это значит, что игроки со слишком высоким ММР по отношению к вашему не смогут попасться с вами в одном матче. Это были все основные изменения игровых механик седьмого сезона. Мы надеемся, что информация в ролике была интересна и полезна для вас, бойцы. Ну а теперь — удачи в матчах!